В 2004 году команда американских археологов обнаружила скелет человека подобного существа, ростом всего один метр. Это произошло в пещере Лиангбуа на индонезийском острове Флорес. Поначалу учебные предположили, что нашли кости ребенка, который несколько десятков лет назад заблудился в подземных катакомбах и погиб от истощения. Однако более тщательный анализ поверг археологов шоу. Останки принадлежали вполне взрослой особи, а самой находке не менее 18 тысяч лет. Что это могло быть за существо? В попытках разгадать секрет таинственных костей исследователи выдвинули множество гипотез. Однако остановились на самой с точки зрения академической науки безумной. Это останки некоего человеческого вида, которого в многочисленных сказках и мифах разных народов именуют гномами, эльфами и троллями. Дальнейшее изыскание все больше убеждали исследователей. Вышеупомянутые сказочные персонажи вполне реальные гоминиды, а не плод воображения. И что самое удивительное, они не только были, но и сейчас живут по соседству с людьми. Индонезийский остров Флорес вытянут с востока на запад почти на 370 километров. Он находится между материковой зоной Азии и Австралии и никогда не соединялся с Большой Землей. Ученые считают, что здесь они натолкнулись на затерянный мир карликов, которые являлись выходцами из очень древних веков и умудрились выжить в полной изоляции, не попав под влияние процессов, судьбоносных для эволюции человека на нашей планете. Карликовое существо, останки которого были обнаружены на острове Флорес, исследователи нарекли хоббитом. Радокс, конечно. На соседнем острове водятся огромные вараны, а рядом на Флоресе водятся мелкие представители, водились мелкие представители слонов, стегодоны и всякие человеческие существа карликового роста. И вот этот хоббит с Флореса как раз один из представителей этих существ. Анализ найденного скелета маленького человечка проводился в столице Индонезии Джакарте под руководством профессора Питера Брауна. По строению таза ученому удалось заключить, что существо было женского пола. Сильно скошенный лоб с выступающими надглазничными валиками и мощной нижней челюстью напоминают характерный череп Homo erectus, однако размеры его совершенно необычные. И дело даже не в росте или весе, а в поразительном малом объеме мозжечка. По расчетам профессора, у этой женщины мозг не достигал и одной трети от объема мозга обыкновенного человека. Причем там была открыта не одна особь, то есть остатки, естественно, этой особи. При том, что как бы вот в преданиях местных аборигенов их называли Эбу-Гогу, и они, в общем, как бы, да, считались чуть ли не вот дожившими до нашего времени. Но вот остатки их были обнаружены. И те антропологи, которые работали с этими остатками, после этого они сказали, что да, ребята, вот в преданиях о хоббитах и эльфах, теперь мы получили подтверждение, что за этим может стоять определенная конкретная антропологическая реальность. Пока ученые спорят о том, существовала ли в далеком прошлом раса карликов или нет, возникает другой, более интересный вопрос. А живут ли гномы на Земле сегодня? Некоторые исследователи уверены, да, живут. И в качестве доказательств приводят разные древние и современные истории. Старинная рукопись, хранящаяся ныне в Брянской областной библиотеке, свидетельствует, что в 1698 году некий карлик, очень напоминающий сказочного гнома, напугал одного уральского рудокопа. Существо было ростом не более 20 сантиметров. Оно стояло у входа в пещеру и держало в руках яркий кристалл. При встрече с человеком гном почти сразу ушел в землю, а камень остался. Что это был за минерал, определить так и не смогли. У лопарей, живущих на Кольском полуострове, и у их соседей Саами, бытуют легенды о карликах, поселившихся когда-то под землей. Местные жители называют их сайвок. Раскинув свои юрты на удобном месте, лопари иногда могли слышать, как из-под земли до них доносились неясные голоса и звяканье железа. Это служило сигналом. Немедленно переносить юрту на новое место. Она закрывала вход в подземное жилище таинственных обитателей Крайнего Севера. Кроме того, с ними лопари всегда опасались ссориться, поскольку издревле карлики считались злобными и мстительными существами. И на то была причина. Давайте представим примерно древние времена, средние века, психология человека. Она была, давайте будем говорить прямо, очень агрессивна. Завоевать мир, завоевать вот все, что лежит за порогом твоего дома, они сталкивались действительно с какими-то и дикими племенами, и, возможно, вот с этими маленькими людьми. Естественно, ответная реакция была. Они тоже брали свое оружие и вредили, мстили этим пришельцам, высоким людям, которые первые напали на их землю. Легенды о маленьких подземных жителях, умеющих обрабатывать железо и обладающих сверхъестественными способностями, сохранились у всех народов, населяющих север России. Например, коми, живущие на Печорской низменности, утверждают, что именно гномы научили людей ковать железо. Колдовство их обладает страшной силой. По их приказанию меркнут солнце и луна. Некоторые исследователи считают, что таинственные карлики могут обитать и в Крыму. На полуострове множество пещер и неизученных подземных городов, созданных когда-то представителями древней цивилизации. В этих катакомбах вполне могут прятаться мифические существа. У нас детская гора Спилия. И вот в 80-е годы, четыре мальчика и четыре девочки нашли пещеру в районе Спилии. Набрали фонарей, факело, и они вошли в эту пещеру. Шли, шли там, и они заблудились. Им казалось, что уже много-много часов они находятся там уже. И проголодались, и все. И вот уже там девчонки плакать начали, как всегда. И вот смотрят, такой плоский камень. И на этом плоском камне стоят два эльфа. Притом две девочки в платьицах. И вот, взявшись за руки, танцуют на этом камне. Смотрите, картинка такая. Они как испугались, как рванули к этому выходу. С испугой выход нашли, выскочили. Когда выбравшиеся наружу подростки рассказали об этом происшествии родителям, то взрослые, естественно, не поверили. Мало ли, что может померещиться с испугу. Однако не все отнеслись к рассказу детей о встрече с эльфами с недоверием. Крым – место загадочное и мистическое. И здесь происходит много разных чудес. У нас еще есть гномы, как бы мифологическое существо, называется Козютканы. Это у нас есть город Козюткан-Тамчан. Там находится пещера Аютыших. И там в свое время туристы замечали таких рыженьких, маленьких существ в лесу живущих. И в других местах замечали этих маленьких, рыженьких, волосатых. Ненцы, живущие на побережье Ледовитого океана, рассказывают, что давным-давно, когда наших людей здесь не было, тут жили сиртя – маленького роста люди. Когда людей много стало, они насквозь в землю ушли. Эти карлики до сих пор дают о себе знать. Например, на полуострове Каниннос. Я побывал впервые там в конце 70-х годов. И вот оленеводы, казалось бы, уже отошли от религии. И тем не менее, значит, когда я пошел с ними, они говорят, стой. И вдруг кинулся бежать вдаль. Я говорю, что ж ты не ловишь там, или что-то надо делать? Они говорят, нет, поздно. Это лазурь, огонь из-под земли они увидели. Это сигнал маленьких человечков из-под земли. Они поманили этого оленя. И сейчас главное, чтобы стадо не пошло за ним. Эти человечки увели оленя. У русских землепроходцев, обосновавшихся на Урале, тоже есть предания о живущих в горах людях небольшого роста. Красивых, с необычайно приятными голосами. Так же, как сайвок на Кольском полуострове, они не любят появляться средь бела дня. При этом некоторые люди слышат исходящий из-под земли звон. И звон этот не случайен. Чуть белоглазая. Под таким именем фигурируют карлики в уральских сказаниях. Они занимались под землей добычей золота, серебра и меди. Когда на Урал пришли рудокопы и другие ремесленники из Киевской Руси и Скандинавии, чуть белоглазая, жившая на западных склонах Урала, прокопала длинные подземные ходы и скрылась в недрах гор со всеми своими сокровищами. То есть буквально самозахоронились. То есть они ушли, как бы, так сказать, вот в эти свои ямы и там закопались, убили себя добровольно. Но проблема в том, что при всем обилии предания о чуде, а предание об этих существах охватывает огромные территории, собственно, от Урала до Скандинавии, мы не находим никаких, в общем-то, массовых захоронений, каких-то не было существ. Еще в 16 веке географы Европы были убеждены в существовании в Северном Ледовитом океане материка Арктида, населенного карликами, которые создали странную, не похожую на нашу цивилизацию. Они обладали ярко выраженными экстрасенсорными, как сейчас принято говорить, способностями. Потом произошел один из многих земных катаклизмов, в результате которого арктический материк практически полностью ушел под воду. Уцелевшие жители Арктиды покинули замерзающие, быстро покрывающиеся льдом острова и расселились по северу Европы и Азии. Восстановить свою цивилизацию они не смогли, сражаться с местными жителями не хотели и постепенно ушли с поверхности земли в подземные катакомбы и пещеры, то есть в привычную для себя среду обитания. Ведь у себя на родине они проводили в подземелье до полугода. Для защиты от жадных до драгоценных металлов, особенно до золота людей, карлики поставили на входах в свои подземные убежища психологические барьеры. Эти барьеры и по сей день внушают людям сверхъестественный ужас, отгоняющий от священных для гномов мест. И иногда они являют себя очень даже четко. И, ну, пока что, может быть, у нас это проявилось немножко экзотично в виде странного такого существа на Урале в районе Кыштыма, который назвали Алешенькой. История началась в середине 90-х, когда одна старая бабушка нашла непонятное существо меньше 50 сантиметров ростом, странные, размытые черты лица, форма головы и форма тела, рук была какая-то нечеловеческая. Вот. Остались съемки, снимки, которые все это показывают. Вот. Несколько недель, или, может, месяцев оно жило у этой старушки, которая его приютила. Во второй половине 19 века среди зоологов была распространена теория о том, что некогда Африку, Мадагаскар и Индию связывал кусок суши в Индийском океане, заселенный почти исключительно лемурами, галага, пота и лоре, которые составляли класс полуобезьян. Ученые считали, что суша, в конце концов, уйдя под воду, развела ареалы распространения полуобезьян по всему миру. Английский зоолог Филлипс Клеттер назвал этот погрузившийся в бездну континент лемурией, а научный интерес к нему подогрела сделанное немецким зоологом Эрнстом Хекелем предположение, что лемурия была колыбелью человечества. Известные философы-оккультисты тут же подхватили и развили теорию Хекела. Знаменитый русский эзотерик и спириуталист Елена Блавацкая утверждала, что во время сеансов общения с духами она узнала от них подлинную историю человечества, из которой следует, что она началась с лемурии. По словам Блавацкой, обитатели этой страны были типичными гномами и эльфами. Они жили и размножались в подземелье, и их можно отнести к третьей из семи корневых земных рас, каждая из которых проходит семь стадий развития. Дело в том, что есть различные представления о подземных существах. Но надо четко понимать, что подземные существа делятся на ряд классов, скажем так. Вот есть гномы. Это нечто такое, знаете, кряжистое, малорослое, то, что работает с рудой и так далее, понимаете, такое грубое, такой вот, ну, это архетип очень многих сказок, скажем так. Есть эльф. Это нечто утонченное, возвышенное, воздушное, понимаете. Но нам не следует забывать об одной вещи. Все предания, как правило, очень многие из преданий, говорят о том, что эти существа могли воздействовать на сознание человека. Последователи Елены Балавадской до сего дня продолжают приводить все новые и новые доказательства существования колыбели человечества. Но археологи, которые оперируют в основном фактами, так и не нашли в земле или под водой этих самых доказательств. При этом они давно махнули на Лемурию рукой и всем желающим убедиться в существовании в прошлом расы карликов предлагают вместо разговоров о лемурцах просто посетить местечко Скара-Бре на побережье Аркнейских островов. Там до недавнего времени находились обычные, с виду невысокие сопки, поросшие зеленой травой. Но однажды сильнейший ураган разрушил верхнюю часть одного из холмов. И там обнаружилось поселение. То есть там кроватки, комнатки, прочее, прочее. Все вот такое поселение в недрах холма. Единственная неприятность для ученых была в том, что она все была рассчитана на людей очень маленького роста. То есть нормальный человек бы туда просто не пролез. Поэтому ученые попали в очень неприятную ситуацию. И в итоге по умолчанию было принято считать, что это некая модель поселения. Однако наиболее пытливые археологи вскрыли другие холмы и выяснили, что это не масштабная модель, не макет, а реальное жилье. Жилье карликов, то есть гномов, или таких же миниатюрных существ. Строилось оно, как подземное убежище. Сначала из глиняных блоков возводились стены. Потом из камня и дерева делали настил. И только тогда все сооружение покрывалось слоем земли и торфа. Оставляя лишь небольшое входное отверстие. Посредине каждой комнаты находился очаг, обложенный камнями. Из обожженной глины были сделаны маленькие шкафчики. Между жилищами проложены подземные переходы. Обратили археологи внимание и еще на одну деталь. На полу комнаты в проходах лежали кучи песка, напоминавшие о старинном поверье. Оказывается, каждый, кто без спросу вторгался в прошлом в жилище подземного карлика, тут же превращался в песок. Для меня не представляет ни малейших сомнений то, что наше человечество имело свою как бы альтернативу. То есть другое человечество, что на земле жили параллельно с нами и живут, может быть, и поныне. Пусть кто-то попробует мне возразить на эту тему. Существуют еще и народы меньше нас ростом, которые оказались гномами и различными эльфами, феями и другими названиями, которых мы сейчас скажем. И параллельно существуют еще и большие размером существа. Куда же ушли жители холмов? В каменных шкафчиках аккуратно хранились украшения и посуда. На полу у выхода из одного жилища валялось, словно оброненное кем-то в спешке, ожерелье. Каменные орудия труда и оружие стояли нетронутыми. Создавалось впечатление, что хозяева исчезли в одночасье, покинув этот мир навсегда. Или ушли еще глубже в недра земли, где, как утверждают многие исследователи, есть надежное убежище от вездесущего человека. Есть пещеры, где есть карст, где есть проявление подземных пустот. Они есть практически везде, под всей европейской частью уж точно. Говоря уже об Америке, о Южной Америке, под всеми кордильерами и андами. У нас под всем Уралом с севера на юг по 60-му меридиану. И в Азии, и в Юго-Восточной Азии. А там вообще нашли, просто нашли кости карлика. Тайна карлика в Скарабре пока не раскрыта. Ну а местные жители утверждают, что и по сей день изредка встречаются с последними представителями маленького таинственного народа. Более того, они верят, что карлики, пытаясь сохранить род, похищают детей из колыбели. Некоторые из похищенных возвращаются в мир людей через несколько лет. Как, например, одноместная девушка, вернувшись домой после многолетнего отсутствия. Сначала она долго болела, но потом поправилась и привыкла к жизни среди людей. Вот только в ней оставалось что-то не от мира сего. Наверное, именно поэтому до сих пор жители тех мест в Северной Великобритании кладут в постель маленьким детям кусочки железа. Ведь металл, верят люди, обладает магической властью над жителями холмов. Дело в том, что безусловно, безотносительно существуют ли физически эти существа или не существуют, а реально и объективно они существуют, потому что они существуют в нашем сознании. Они существуют в нашей мифологии. Таким образом, они влияют на нас, определяют наше бытие и наше будущее. В 1932 году два золотоискателя, которые искали драгоценный металл у подножия гор Сан-Педро в штате Вайоминг, предположили, что золотая жила может находиться в одной из скал. Они взорвали скалу, но вместо золота обнаружили в горном массиве небольшую пещеру, в углублении которой на небольшом каменном выступе в сидячем уме крошечного существа. Во весь рост существо достигало бы высоты чуть менее полуметра, а в сидячем положении – 18 сантиметров. Самое обыкновенное человеческое лицо с большими глазами, низким лбом, широким носом, большим ртом и тонкими губами. Мумии карлика с загадочной улыбкой на лице дали имя Педро. Антрополог Генри Шапира исследовал находку с помощью рентгеновских лучей. Каково же было его изумление, когда аппаратура показала, что под мумифицированной оболочкой находится крошечный скелет по всем параметрам, соответствующий человеческому. По всем признакам Педро был взрослым 60-летним мужчиной, если сравнивать его с обыкновенным человеком. У мумии были хорошо сформированные зубы, причем выделялись довольно крупные выступающие вперед клыки. Однако ученые отнеслись к этой находке с большой долей скептицизма и посчитали ее очередной фальшивкой. Все, что хоть как-то вмешивается в нашу традиционную парадигму существования человека, расписанную, раз и навсегда, ортодоксальной наукой, все это подвергается обструкции и тщательно вымаривается из истории. Тем временем в Аргентине в последнее время происходит нечто невероятное. Жуткий гном терроризирует городок Гуемес в провинции Сальто на севере страны. Подросток Хаса Альварес заявил местной газете «Эль Трибуна», что он и его друзья зафиксировали на видео это создание во время недавней ночной прогулки. У одного из них в руке был мобильный телефон, когда вдруг раздался непонятный шум, и из кустов на подростков выскочило что-то непонятное, похожее на гнома. Оно их очень напугало. «Это никакая не шутка», – добавил подросток к корреспонденту местной газеты. Позже выяснилось, что другие местные жители тоже видели карлика и испытывали при этом сильный страх. Местные газеты уже прозвали призрака «жутким гномом» из-за его внешнего вида чем-то напоминающего героя средневековых сказок. По рассказам очевидцев, гном носит шляпу заостренной формы и передвигается необычной походкой, маленькими шажками вбок. Городок добровольно ввел комендантский час. После наступления темноты мало кто решается выйти на улицу, опасаясь встретиться с жутким гномом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова